всем добрый вечер добро пожаловать на десятое занятие 10 до 10 путь лидера первый уровень 2021 год начать я сегодня хочу с нашего пройденного пути что мы за три предыдущей недели сделали мы познакомились компанией познакомились бизнесом из продукции и формировали наше видение эти четыре компонента эти четыре элемента это в принципе основная наша работа которой мы будем заниматься на протяжении построения бизнеса это фундамент без которого добиться результата ну если не невозможно то очень сложно и были различные задания чтобы у вас уже формировалась какое-то понимание как вы будете рассказывать о компании как вы будете знакомить с бизнесом как вы будете говорить о продукции мы об этом еще очень подробно будем говорить на втором уровне обучения именно как все это делать пока у вас должно быть понимание и самое главное в чем была основная задача первого уровня чтобы вы самоопределились зачем вам это нужно почему вам это нужно почему все получится и так далее я считаю как раз люди кто смог самоопределиться и проходят обучение до конца кто-то в процессе обучения возможно отсеялся решил по какой-то причине что ему это не надо и кураторы не расстраивайтесь это естественный процесс потому что не все хотят не все хотят не всем этом нужно не все может быть это подходит большинство людей на самом деле не хотят выходить из зоны комфорта это такая правда жизни с этим и мало можем что поделать мы делаем что в наших силах а люди сами делают выборы и первый уровень в целом заключается в том чтобы у вас строился фундамент успешного бизнеса на всю жизнь для чего мы вот так вот можно сказать растянули не спеша этот первый месяц прошлом году когда мы проходили обучение путь лидера когда мы составляли программу она была более плотная с первого занятия там было очень много заданий после каждого своего занятия я давал от 5 до 10 заданий среднем и потому что хотел чтобы люди сразу погрузились в это состояние лидерское через которое проходили мы но на протяжении вот года я наблюдал последнего года 2020 за людьми у которых получается и за людьми у которых не получается и все больше приходил к выводу убеждался в том что не получается у людей у которых непрочный фундамент которые не совсем понимают все таки что это за компания в чем заключается работа зачем им это нужно потому что поначалу большинство людей не получают видимых результатов видимых результатов в виде денег прибыли но если человек понимает где он находится что все что мы делаем сегодня обеспечивает нам всю нашу жизнь все наше будущее то я думаю здесь принципе дополнительной мотивации нам никакой уже не нужно потому что это действительно уникальная возможность и самая главная задача первого уровня в том чтобы вы для себя это сами определили что зачем почему и как давайте вернемся к нашему пройденному пути смотрите в принципе по вот этому принципу вы будете строить свою команду вы будете людей знакомить с компанией с бизнесом с продукцией создавать им видение и самоопределяться создавать видение здесь возможно непонятно что это значит в плане работы с людьми но в целом если человек зарегистрировался какое-никакое видение вы ему уже создали то есть для чего-то он это уже сделал есть у него какое-то понимание представления и порядок не обязательно будет таким каждый человек разный и все будет по-разному кто-то будет сначала с бизнесом знакомиться им будет это интересно кто-то с компании кто-то с продукцией кто-то сначала зарегистрируется а потом будет разбираться а потом уже люди будут определяться надо им это или не надо и вот момент самоопределения тоже когда человек принимает решение будет он здесь что-то делать или нет приходит обычно не сразу чаще всего не сразу многим людям требуется время кому-то год кому-то может быть пять лет пока не произойдут те или иные события в жизни пока человек не убедиться в качестве не проникнется любовью и доверием в компании но чаще всего этот момент наступает если человеку это в принципе может быть интересно я повторюсь что в любом случае это не будет интересно всем потому что многим людям комфортно делать все то чем они занимаются и они не хотят заниматься ничем другим с этим тоже мало что можно поделать пока человек сам не захочет ну что добро пожаловать на десятое занятие занятие 10-1 что делать давайте приступим большая просьба ко всем участникам не поднимать руки вообще желательно тыкать поменьше потому что когда вы поднимаете руки это отвлекает так начинаем знание без практики это чемодан без ручки и колес с этой фразой хочу начать это не совсем цитата обычно в начале занятия какие-то цитаты здесь пишу но это та фраза которую захотел сегодня озвучить почему именно это потому что на обучениях вы получаете те или иные знания их обязательно нужно применять на практике делать надо почему потому что ну вот я считаю так если вы получаете знания но с ними ничего не делаете то толку от этого практически никакого потому что со временем эти знания будут забываться и непримененные знания это просто багаж которым вы не пользуетесь давайте повторим наши лидерские правила мы не говорим я это уже знаю мы доверяем лектором и куратором мы честны мы ответственны мы конспектируем как чемпионы мы задаем вопросы мы не оправдываемся мы не ноем я добавил еще один пункт мы не ноем мы делаем потому что лидеры не ноют и не жалуются и не оправдываются лидеры делают решают вопросы они задают их и если первая тема о которой хочу поговорить это примерно 8 шагов к мастеру продаж первое постановка цели о постановке цели мы будем говорить отдельно я здесь не буду много говорить но скажу вкратце если у вас нет цели если вы идете не знаете куда то вы туда не придете куда вы хотите потому что вы не поставили туда цель это по-моему есть такая китайская пословица если идешь не знаешь куда то не придешь туда куда хочешь или туда куда надо поэтому нужно четко понимать куда вы идете зачем и ставить перед собой целью второе обучаться обучаться постоянно третье рассказывать о компании четвертое рассказывать о продукции пятое рассказывать о бизнесе шестое создавать видение или другими словами регистрировать людей седьмое мотивировать на покупку соблазнять заинтересовывать и восьмое общаться во многом именно этому будет посвящаться второй уровень обучения вот вот этим пунктом который я озвучил общаться с партнерами и спонсорами смотрите чек-лист мастера продаж будет выглядеть примерно вот так я сегодня научился узнал как что-то что-то приблизился к своей цели рассказал десяти людям о компании рассказал десяти людям о продукции рассказал десяти людям о бизнесе зарегистрировал три партнера три маловато но это так это пример то есть это не эталон и шаблон которому стоит следовать замотивировал на покупку пообщался с партнерами вот примерно так выглядит основная работа мастера продаж и здесь не нужно понимать буквально потому что каждый пункт он может быть расписан совершенно по-разному можно совершенно по-разному рассказывать обо всем этом совершенно по-разному общаться совершенно по-разному мотивировать на покупку и учиться тоже можно по-разному здесь приведенные цифры количество условные потому что каждый человек должен для себя сам устанавливать минимум по своим ощущениям по своим целям и самое главное по срокам которые он перед собой ставит когда вы хотите стать мастером продаж за какой срок для того чтобы стать мастером продаж нужна масса об этом мы будем говорить более подробно на четвертом уровне уже о ранге мастера продаж и советы по чек по всему что было сказано первое я повторяться буду очень часто самоопределиться потому что если человек для себя понял что к чему для него уже есть ответы на вопросы главные то он добьется результата у него не будут руки опускаться если человек сомневается если человек боится то значит у него не хватает вот этого самоопределения значит скорее всего человек не понимает как работает система возможно он не попробовал продукцию возможно у него неполное либо неправильное представление тех или иных аспектов компании бизнеса поэтому нужно разобраться что к чему и самоопределиться далее взять на себя ответственность потому что каждый человек должен понимать что если он строит здесь бизнес он строит бизнес себе в первую очередь во вторую очередь своей команде и я вот все чаще сталкиваюсь с тем что когда мы говорим что команда самое главное о том каким должен быть спонсор у многих людей возникают какие-то возможно претензии к своим спонсорам но все что мы говорим это не для того чтобы вы требовали от своих спонсоров чего-то мы это говорим для того чтобы вы соответствовали тем требованиям которые вы себе ставите и когда мы говорим что команда это самое главное в первую очередь мы имеем ввиду вашу команду которую вы приведете в этот бизнес, ту команду, которую вы построите, а не та команда, которая уже построена за вас. Очень важно попасть в рабочую лидерскую команду, очень важно попасть в команду, где есть дружба, понимание, где есть, возможно, спортивный интерес и где люди могут двигаться вместе и поддерживать, усиливать друг друга. Это очень важно. Но не надо надеяться на других людей, потому что какими бы классными не были ваши высшестоящие спонсоры, какими бы не суперскими не были их команды, пока вы свою команду не построите, бизнес у вас расти не будет. И поэтому, друзья, берите на себя ответственность. Наше обучение называется «Путь лидера» не просто так, потому что лидерство – это выбор. Одна из первых цитат, которые мы озвучили на нашем курсе. И если вы делаете выбор, что вы лидер, то назад дороги нет. Недавно в одном чате был спор, кто такой лидер структуры. И я не стал ничего писать, научен опытом, что в этих чатах лучше не писать. Но мое мнение, лидер – это человек, который сделал выбор и взял на себя ответственность. И поставил перед собой определенные цели и стандарты, которым он будет соответствовать, обязанности, которые он будет выполнять, и то, что он будет делать для своих партнеров. Лидерство – это вот здесь, и лидерство – это вот здесь. То есть в голове и на сердце. Если вы берете на себя ответственность, говорите «Все, я лидер», то вы смотрите вниз, вы смотрите на своих партнеров. Вы не смотрите наверх и не ждете какой-то помощи. Потому что какой бы помощь ни была, пока вы не начнете работать со своей командой, роста не будет. И гораздо эффективнее и важнее именно работать с командой. Мы в начале пути никакой помощи не ждали, не просили и не требовали. Мы даже не знали, что нам спонсоры могут как-то помогать. Мы двигались самостоятельно в большей степени в начале нашего пути. Уже потом, когда мы стали ключевыми партнерами для спонсоров, мы стали с ними больше времени проводить. Это очень важно понимать. Потому что доброта котятки – это, конечно, здорово, но бизнес есть бизнес. И вы строите свой бизнес. Вы строите бизнес для себя и для партнеров. Поэтому, друзья, берите ответственность на себя. Вы лидер, и тогда вы добьетесь результатов. Следующее – делать сейчас. То, что нужно делать, и нужно делать это сейчас. Когда вы ставите перед собой планы, когда у вас есть какие-то сроки, и чтобы соответствовать всему этому, не нужно откладывать на потом. Нужно делать. И вот на первом месяце обучение – самое главное цены, что вы могли делать, я сейчас обращаюсь к новичкам в большей степени, – это обучаться, поглощать информацию как можно больше. Далее – расставлять приоритеты. Я понимаю, что у всех есть своя жизнь, то, что у всех разные карты на руках. У кого-то пять детей, у кого-то две работы еще есть. У всех по-разному. И здесь не нужно оправдываться. Мы помним наши правила лидерские, что мы не оправдываемся. Мы живем, у нас есть определенный расклад, и мы должны быть счастливы к тому, что у нас есть. И с этими картами, которые нам на руки раздано, мы должны что-то делать. И расставляйте свои жизненные важные приоритеты сами. Что для вас важно? Работа, стабильный доход, время с семьей, с родными, или будущее, бизнес, доход пассивный, свобода. Поставляете приоритеты и, соответственно, из этого уже сами уделяете столько времени определенным приоритетам, сколько нужно. У нас было такое задание в прошлом году. Выделить минимум, сколько часов вы будете уделять компании. В этом году мы такое задание не даем, потому что, я думаю, оно такое очевидное, то, что вы сами для себя можете определить этот минимум. Мы, например, этот минимум не определяли. Мы просто сказали для себя в самом начале, что мы все время будем заниматься этим. Фокус внимания должен быть только на успех. На вашем пути будут разные вещи. Будут удачи, будут неудачи, и неудач будет больше. Как правило, неудач больше гораздо, особенно в самом начале пути. Чтобы добиться какой-то экспертности, чтобы получалось в любой области, отрасли что-то, нужно вложить много усилий, прокачать навыки, прокачать разум и набраться опыта. Поэтому каждая неудача, которая будет вас встречать на вашем пути, это ваш опыт, это бесценный опыт. Все, что у вас не получилось, все, что вы сделали, и у вас не получилось, это опыт, и во всем нужно искать плюсы. Ситуации будут разные. Чем дальше вы будете идти и подниматься, тем больше будет различных ситуаций. Не все они будут приятные. Во многих ситуациях вы будете не знать, что делать. И это нормально. Когда мы сталкиваемся с трудностями, когда у нас что-то не получается, и мы приходим в какой-то тупик, мы должны радоваться внутри, потому что это зона роста. Именно в этот момент мы дошли до такого состояния, где нам нужно вырасти, подняться на ступеньку выше. Именно так вы будете расти в этом бизнесе. Вместе постепенно будете упираться в те или иные трудности, и вместе будем подниматься наверх. Я уверен, что ваши спонсоры будут вам в этом помогать. Самое главное – понимать, что спонсоры тоже люди, то, что они с радостью вам помогут, но у каждого человека возможности и время ограничены. Поэтому все в рамках разумного. И развиваться нужно каждый день. Не нужно быть довольным тем уровнем, которого вы добились, или тем, кем вы являетесь сегодня. Потому что вы еще не империал мастер, и нет предела совершенству. И для того, чтобы дойти до ранга империал мастера или краун мастера, нужно очень-очень много расти. Вот вкратце советы по первой части нашего сегодняшнего занятия. И первое задание – составление чек-листа мастера продаж для вас. И в этом чек-листе должно быть понимание, за какой срок вы станете мастером продаж, если будете идти по этим шагам. Сроки, возможно, вам могут помочь оценить ваши кураторы. Вы напишите, сколько людям минимум вы будете рассказывать ежедневно, сколько людей минимум ежедневно вы будете регистрировать. Конечно, это будут очень такие субъективные сроки, потому что у всех все по-разному, и по количеству сложно оценивать. Но количество – это один из основных показателей на ранних этапах. Потому что из количества, из массы рождается качество. Это так практически всегда. Бывают исключения, когда 10 человек генерируют товар, а воборот, больше, чем 1000 человек. Но это бывает очень редко. Чаще всего примерная картина у большинства людей одинаковая. То, что нам нужно большое количество. Поставьте себе цель, например, 1000 потребителей слева-справа. Тогда вы точно будете закрывать мастера продаж автоматически. И, соответственно, из этого количества оцениваете, сколько людей вам нужно, как будет расти ваша структура, сколько людей в день вам надо регистрировать, чтобы стать мастером продаж, скажем, за полгода. Вот составьте такой чек-лист. Редактор субтитров А.Семкин